И возвращаемся к нашему обширному вопросу большой нагрудной выточки или просто нагрудной выточки. Как ее делать? Прежде всего начнем с того, как ее делать не надо. Вот так вот. Это все у меня рассмотрено и в видеошколе, и рассмотрено в книге. Очень плохо, если вы делаете вот такие рельефы. Ирина, чью фотографию мы сейчас показывали. Вам зачем вот такие рельефы? У вас животик, у вас на одной линии, вам не нужно сюда прятать талиевую выточку. И у вас большой раствор нагрудной выточки. Вот здесь будет технологическая ошибка. Загляните в книжку, прочитайте про это все там. Не буду сейчас долго на этом заострять внимание. Здесь тоже эти выточки большие из бокового шва, они никогда не сутюжатся в плотных тканях, кроме трикотажа. Только там они хорошо смотрятся. Да, они самые простые, но совсем не обязательно делать такие выточки, если у вас большой раствор нагрудной выточки. Кто-то здесь совершенно замечательно писал, что ее можно немножко размоделировать. Не оставляйте такую большую выточку в боковом шве. Помните, во-первых, вы совершенно справедливо задавали этот вопрос, уже сейчас не помню кто, куда перевести нагрудную выточку. Можно ее, часть выточки, открыть в пройму до двух сантиметров. Она в нижней части проймы легко сутюжится. Прошиваете две широкие строчки, стягиваете на эти два сантиметра и сутюживаете кусочек нижней части проймы. Один способ. За счет этого выточка станет меньше. Потом, помните, как мы строили с вами базовую конструкцию без нагрудной выточки? Совсем ее не было. Но чтобы ее учесть, мы поднимали боковой шов на полтора, два, два с половиной, но не более трех сантиметров. То есть часть нагрудной выточки можно перевести как раз вот в эти два с половиной, три сантиметра и поднять боковой шов. Вот так вот немножечко и аккуратно поднять боковой шов. И это тоже ее уменьшить. То есть размоделируем вот эту нагрудную выточку большую, оставляя ее раствор поменьше. Тогда выполненная в боковом шве, она легко сутюжится у вас вот в этом месте. Третье. Часто используемый прием. Когда рельефы выходят из проймы, проходят через центр груди и уходят дальше туда, куда им нужно. В этом варианте для большой нагрудной выточки вот здесь открывается очень конкретный небольшой кармашек. И если вы только в этом месте планируете сделать выпуклость на грудь, то в дальнейшем, когда грудь устала вечером, например, она уже туда не попадет, она опустится ниже и точка С на вашем платье окажется выше, здесь будет пустота. За время обработки у вас обрабатывается, урабатывается, говорят, вот этот вот шовчик, да? Я тоже об этом писала подробно в книге и рассказывала в видеошколе. Так, пожалуйста, никогда не делаем. И, конечно, следом возникает вопрос, что же нам нужно делать для того, чтобы мы вот этих вещей избегали. Самое тривиальное, самое простое, что мы можем сделать, это перевести нагрудную выточку в так называемую остаточную выточку. Бачок оформляем боковой рельефа, который не проходит через центр нашей выточки. И затем отрезаем этот бачок, прячем туда, допустим, талиевую выточку, если она у нас есть, да? И разрезаем вот таким вот образом перпендикуляр или немножко снизу, как Ирина Михайловна Паушки говорила, это французская у нее выточка. То есть она делает вот такой вот разрезик снизу, и он тогда выглядит уже немножко получше, потому что это не в лоб, потому что появляется косина, потому что ее легче сутюжить в этом месте. То есть вот самый распространенный вариант, куда перевести нагрудную выточку. Оле Дулаевой отвечаю, если вы вот этот рельефчик выполните ближе, ближе к центру груди, у вас остаточная выточка, выполненная под прямым уголочком к этому рельефу, будет маленькая. И в этом случае ее можно совсем не шить, а просто перевести в так называемую посадку. И эта посадка у вас выполнится хорошо. Она будет работать вот на этом участке и выполнится, и сутюжится потом незаметно, даже в сухих тканях. Что я вам предлагаю? Как вариант, можно вот эту большую выточку разбить на три выточки. Мы тоже этот вариант в теме защипы, моделирования, мы в видеошколе прекрасно проходили, и проходим это в книге. И в книге же я это вам все показываю. То есть вот такой вот вариант. Раз, два, три. Вот таких получится три маленьких выточки, расположенные вот в таком направлении, и они туда прекрасно укладываются. Любой раствор на грудной выточке, любая самая большая грудь будет смотреться хорошо. Ну, конечно, за этим должна следовать тщательная такая проработка технологическая, то есть и сутюживать, и отправлять припуски, и вырезать, высекать их, если они у нас там большие. То есть работать надо очень-очень аккуратно, возможно, выполнять отделочные строчки, чтобы этот узел выглядел, конечно же, безупречно, потому что он будет на виду. Вот такой вариант. Еще вариант, мой любимый. Кто-то здесь написал, что, Людмила, большая выточка, 21 сантиметр, защипы получаются некрасиво. Людочка, милая, некрасиво получается тогда, когда вы делаете это не очень правильно. Еще недавно я выставляла в сториз картинки, как это нужно сделать. Грудь была очень большая. Мы делаем. Вернитесь, посмотрите эти сториз. Или я хотите еще раз вам покажу их потом, на маленьком, к сожалению, только могу показать, вряд ли здесь будет видно. Это самый частый прием, который я использую с нашими ученицами, с очницами, именно на большую грудь. И вы не представляете, вот вчера буквально какой был восторг. Валя была у меня в сториз, это сегодня еще есть, но примерку из этого восторга забыли показать. Вот как раз те самые выточки, которые выполнены из горловинки. Я настаивала на них, она сопротивлялась. Но когда одела это платье, она была поражена, насколько красиво. Глаза расцветились радостью, улыбкой, бросилась ко мне обниматься. И даже я забыла снять ее на фотографию сделать для вас. Понимаете, это очень хороший вариант. И можно делать три выточки, если она у вас большая. Сейчас они по две у меня нарисованы. Делайте три выточки. И правильно их нужно делать, их нужно сметывать, их нужно обрабатывать горловинкой. И только потом вынимать нить наметки, когда уже все будет сделано. Если вы сделали это корректно, вот этот вариант самый лучший для полной груди. Потому что не проходит через эту грудь никакая линия рельефа. Полная грудь, большая выточка рельефа не любит. Как не любит и всевозможные швы, которые проходят через нее. Она любит мягкость, она любит защипы, она любит драпировки. Забытый всеми вариант. Кокеточка. Из-под кокетки либо сборка, либо вот такие, опять же, три аккуратных защипа, которые направлены как раз вот на эту группу. Это тоже все показано у меня в книге. И этот вариант можно повторять, если хотите, я для вас его повторю еще раз в моделировании. Как это сделать корректно. И как эти защипы, вот эти три защипа, построить, собственно, сразу на ткани. То есть вот такие варианты вы можете смело использовать, применять, учиться это делать. И, как говорится, будет вам счастье и успех. Еще какие варианты. Посмотрите дальше. Когда мы используем различного рода вставки. Эта вставка выполняется по серединке. То есть она как бы по своей ширине может приближаться к центрам груди. И тогда остаточная выточка, которая получается, она очень маленькая. И она может как перейти в посадку. Вот здесь я нарисовала. Вы можете ее иногда сутюжить. Иногда сделать маленькую драпировку. В этом месте остаточную. Иногда сделать один, два, три защипа, что вам больше нравится. Тоже вариант забытый, но очень хорошо работающий на самом деле. Вы можете смело это использовать. Вот этот же планстрон, эта же вставка может быть вами оформлена вот в таком вот виде. Давайте вот так нарисуем ее. Вставочка. Вставочку можно как-то декорировать. Сделать у нее застежки. Выстрочить у нее какие-то маленькие, сейчас снова модно, вот такие вот складочки. Какие-то красивые такие защипы, интересная форма, вертикальные, горизонтальные, какие угодно. Это можно украсить какими-то вот такими вот рюшечками. Забытая давным-давно, забытая тема вставок. Почему бы нам ее снова не вспомнить? Сейчас пришел декор в нашу одежду. То есть одежда лаконичная, одежда простая, одежда чистая такая, но какой-то яркий красивый акцент, какие-то детали, вставки могут быть самых разных форм. Я навскидку вот такой вам нарисовала. Тоже будет интересно, и ваша выточка нигде не будет. Она спрячется вот именно вот в эту вставку, прикроется еще чем-то и прекрасно при этом сутюжится и будет выглядеть очень хорошо. Вот этот вариант, посмотрите, он сложный. Здесь две вот таких вот кокетки, полурельефчик, не знаю, как назовите, конструктивных элементов. Они расположены по разные стороны от центра груди. И там появляются остаточные выточки. То есть как бы большая нагрудная выточка, она разбивается на четыре участка. Посмотрите, первый, второй, третий и четвертый. И еще маленькие остаточные выточки, которые легко переводятся в посадку. Это сделать непросто, но если задаться целью, это сделать можно. И тогда все будет лежать у вас безупречно. К большой груди надо подходить с разных сторон. Не в лоб, как у нас вот Ирина на этом решила сделать. Это плохо, очень плохо, я бы сказала. А с разных сторон надо аккуратненько подходить к этому вопросу. Ирине я бы посоветовала вот такие вот, только что сейчас мы разобрали, какие-то защипы из кокетки сверху сделать на этом сарафане. Будет замечательное просто решение. И никаких выточек на животе, и никаких рельефов на животе не делать. Вот, это сложный вариант. А вот это легкий вариант. Посмотрите, опять у вас выточка разбивается сверху, она идет и снизу она идет. То есть большая нагрудная выточка, она как бы разбивается вот так вот на две. И тоже будет замечательное решение. И тоже ваша грудка, любая грудка, вот в этом варианте сядет очень хорошо. Очень легкий вариант. Пожалуйста, смотрите за ним и пробуйте применять это все на практике. Еще один забытый вариант. Посмотрите, тема воротничков. Если вы делаете горловинку, вы можете свою выточку перевести в горловину. И там сделать либо драпировку, либо сделать защип. Просто защип. Этот защип будет небольшой. Не хочется вам, чтобы его было видно. Вы пришейте сюда воротничок, и ваш воротничок закроет этот защип. Посмотрите, какая красивая может быть горловина сегодня, если вы вот такие вот воротнички будете оформлять, да? И опять, эти драпировку, этот защип, или два защипа, или три защипа вы разобьете выточку на какие-то защипы, они оформятся у вас, будут выходить из нижнего, из нижней части горловинки, из нижней части выреза горловины, и будут при этом закрываться вот этим воротничком, если они вам там не нравятся. То есть выточка опять уходит. Никаких рельефов здесь нет, и никакой боковой выточки здесь нет. И посмотрите, как красиво можно это все декорировать. Еще один вариант. Вот такой английский воротничок. Но той же Ирине, может быть, его предложим. Посмотрите, как можно сделать. Можно сделать выточку, разбить большую на две. Половинка выточки будет выходить из бокового шва, а вторая половинка выточки будет выходить из горловины, и она будет закрываться вашим лацканом вот этим. И тоже будет с двух сторон подход к одной большой выпуклости, и тоже будет прекрасно сутюживаться и то, и другое, и будет выглядеть гармонично и достойно. И это гораздо лучше, чем всю выточку прятать в один горизонтальный какой-то шов, который невозможно сутюжить. Вообще надо сказать, что все выточки, нагрудные выточки, если о них говорить, очень хорошо смотрятся, если они идут сверху вниз, сбоку вниз, сбоку вниз. Вот отсюда сюда, отсюда сюда, отсюда сюда. И очень хорошо смотрятся, если они идут снизу вверх. То есть снизу вверх они идут. Тогда они тоже великолепно смотрятся. А вот когда они идут горизонтально, вот в этом направлении они всегда будут проигрывать. Исключение составляет вот такая модель. В теме моделирования я вам давала такой прием. Мы с вами проходили и в учебнике он рассмотрен, и на уроках в видеошколе мы его рассматривали. Посмотрите, какое интересное решение. Единственное, его не нужно делать только если у вас ткань мягкая. Потому что вот на этом участке идет уже косое расположение нити. Нужно будет ее как-то укреплять, но это не очень удачное решение. Если ткани мягкие, лучше используйте все-таки драпировки, какие-то защипы. Там они будут выглядеть великолепно. А если ткани достаточно плотные, то типа жаккарда какого-нибудь или формоустойчивой плательной костюмной ткани, совершенно замечательное оригинальное решение. Простое, легко выполнимое решение, легко выполнимое в технологическом плане. Понимаете? И никогда не будет проблемы вот с этой выточкой, с большой, потому что она лежит в этом месте очень-очень хорошо. Такая выточка. Ну и вот мое любимое решение вопроса. Когда в платье отрезная талия, для тех, кто может себе это позволить, большая нагрудная выточка прячется просто вниз. Грудка ее выталкивает. Она прекрасно вот здесь сутюживается, потому что идет по долевой нити. И сутюживается гораздо легче. А вот эта маленькая выточка, это наша талиевая выточка, которая остается на своем месте. И если вы попробуете сделать свое изделие именно вот таким вот, вы увидите, какой будет бесподобный результат. Потому что все остается на своих местах. Это самый легкий час, самый часто применяемый прием, который мы используем с нашими девочками. И получается очень хорошо, без всяких корректировок, без всяких переделок. Все стоят перед зеркалом и улыбаются, потому что видят, как у них все красиво сидит. Ну и тоже прием из нашей школы, из нашей книги. Посмотрите, какой. Помните, я давала вам вот такие подрезы. Из горловинки, из высшей точки плеча уходит подрез, какой-то прямой или немножко овальный, к центру груди. И в него прячется, собственно говоря, наша нагрудная выточка. Выточка расположена сверху. Мы ее обыграли. В этом месте будет великолепно вести себя ткань. Сделайте какой-то вырезочек. Можно застежку, можно не делать застежку. И будет все очень-очень красиво и очень хорошо. Жалко, мои хорошие, что ваше число пополняется к концу нашего эфира. Все самое интересное оказалось впереди, наверное, для вас. Но будете пересматривать записи, потому что наши эфиры никуда не пропадают. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. А я все, что хотела сегодня вам рассказать, я уже рассказала. Могу подвести только итог. Значит, большую нагрудную выточку, если она у вас сформировалась, повторяю, она формируется совсем не всегда, когда у нас есть большая грудь. Она появляется тогда, когда у нас перегибистая осанка фигуры. Когда у нас короткая спинка, длинная полочка, и мы вынуждены увеличивать нагрудную выточку, чтобы она у нас, точка П1, упала ниже. На раствор нагрудной выточки у нас влияет осанка фигуры. Если фигура сутулая, с большой грудью, мы выточку нагрудную уменьшаем. Кто-то сегодня задал вопрос, а что делать, если сутулая фигура и с маленькой грудью? Да ничего не делать. У вас сразу нарисуется нормальная пройма. Только и всего. Просто строить выкройку и аккуратненько-аккуратненько следовать всем моим рекомендациям. Ну и вот как завершение, может быть, этой темы. Пожалуйста, вот такое платье. Всегда будет беспроигрышный вариант. Переводите в сборку. Не нравятся вам защипы? Делайте сборочку. Окантовывайте это руликом. И будет прекрасно лежать. Все. Можно там и бейки какие-то добавлять, и вставки какие-то, и кокетки какие-то делать. Эти остаточные выточки могут выходить из-под кокеток. И будет тоже хорошо. Большая выточка – это сколько от скольки сантиметров? Да хоть от скольки. Это может быть и 10, это может быть и 21 сантиметр. Не имеет никакого значения, насколько она у вас большая. Это просто нагрудная выточка. И вы можете только… Если она у вас действительно там 20 сантиметров, та же драпировка будет явной. Ее будет хорошо видно. Если выточка 10 сантиметров, а вырез достаточно глубокий, этой драпировки будет просто маловато. Там, может быть, нужно сделать какой-то защип. И все. Или два защипа, чтобы их было видно, чтобы не превращалась она в какую-то посадку. Вот и все. Всем всего доброго, хорошего здоровья, крепкого здоровья, настроения. И, конечно, успехов в нашем любимом деле. До следующих встреч. Всегда ваша Галина Коломейко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok